This conference will now be recorded. 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 Здесь будет на этот раздел «Курсы, материалы по методике чтения курсов». И среди… Кстати, вы можете по всем курсам… Вот я перечислил, там первый курс, второй, третий… Вы можете запросто посмотреть планы лабораторных работ. Все доступно. Значит, начальнику своему покажите. Если начальник посмотрит и оценит, может отправить вас на обучение за счет фирмы. Вот. Ну, а мы, собственно, будем фрагмент вот этого курса рассматривать. Ну, чтобы было удобнее, я… Я лабораторные работы сгруппировал в разделе мастер-классы. И наш с вами мастер-класс сегодняшний, вот он, Прометеос и Графана для системного администратора. Да, для системного администратора, потому что вообще-то эти продукты модны в другой среде, в среде DevOps. Ну и вот я как такой старичок, да, посмотрел. Имею зато возможность сравнить с тем, что использовалось и с Nagios, и с Zabix, и с MRTG, и с написанными какими-то системами. Так что давайте посмотрим. Так, значит, здесь будет запись мастер-класса. Также она будет на канале Специалист ТВ в Ютубе. Ну, если не найдете, пишите письма, подскажу где. Так, реклама состоит в том, что я уже рассказал, что интересно, что там нового появилось, почему такой ажиотаж действительно ли нужно использовать. Поэтому давайте посмотрим. Ну и исходное состояние стенд. Если вы пойдете к нам на курс Linux, который седьмой по счету, то вы познакомитесь с замечательным эмулятором, который называется GNS. И вот в этом эмуляторе я уже нарисовал схему стенда и даже кое-что настроил. Значит, у нас имеется Cisco роутер, который выпускает наше предприятие в интернет. Значит, дополнительно ему поручили выдавать IP-адреса для наших клиентов. И, соответственно, здесь настроен DHCP сервер. Так, что еще у нас с вами? Значит, у нас имеется облако из коммутаторов. Специально сделано несколько коммутаторов, хотя соединяет все один коммутатор. Вот это первый коммутатор. Ну и мысленно у нас тут большие сети, еще какие-то ответвления. В университете у нас чуть больше ста коммутаторов. И периодически происходят какие-нибудь строительные кабельные работы. Там перерубают оптику. И, собственно, надо быстро находить, кто же потерялся. Так, также у нас с вами имеется Windows-система, которая играет роль клиента, ну, либо администраторской машины, за которой сидит администратор. Ну и, соответственно, здесь он там читает почту, тинги посылает на всякие устройства. Вот, на коммутаторы в том числе. Так, на роутеры, на коммутатор, свитч. Вот, ну и, конечно, такой способ мониторинга себя изжил еще в начале 90-х. Так, и, собственно, у нас... Да, 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 и у нас есть сервер мониторинга Linux-система в моей любимой операционной системе Linux-Debian. Вот она находится, и, собственно, к ней имеется подключение. К ней имеется подключение. Вот оно, подключение к нашему серверу. Так, и, собственно, все. Переходим ко второму шагу. Итак, Prometheus. Prometheus, говорят, это крутейшая система мониторинга, которая... Вот у нас был менеджер по развитию, который был, да, был ключевой стол, который просто одолевал меня. Говорит, Вячеслав, Zabbix не нужен. Все, Zabbix, это статья вообще никто не пользуется. Прометеус, нам нужен Прометеус. Вот он меня уговорил, и говорю, ну, хорошо, хорошо, давайте посмотрим, что такое Прометеус. Ну, давайте посмотрим, что такое Прометеус. Берем мой любимый Debian и читаем, как установить в Debian и Прометеус. Вот целая команда, которая позволит нам этот Прометеус установить. Вот, и стянет он за собой некоторое количество зависимостей. Надеюсь, что долго ставится не будет. Вот, и вот он установлен. Пока он ставится, читаю к нему документацию. Документация сказана, что Прометеус состоит из ядра, которая опрашивает, они называют это скрейпинг, скрейпинг разные источники данных для мониторинга. Ну, пока мне ничего не ясно. Скрейпинг разные источники данных. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Ну, действительно, если присмотреться к файлу конфигурации, то мы видим, что вот по умолчанию каждые 15 секунд он куда-то подключается. Вот, ну и, соответственно, этот файл конфигурации мы будем менять, там проверять его синтексис и так далее. Ну, хорошо, с чего бы начать? Начнем мы с того, что без всяких на то, значит, просьб, был установлен первый источник данных для нашего Прометеуса и сразу же подключен, то есть такая уже система уже начала что-то мониторить, вот, который называется Прометеус Нод Экспортер. Еще раз, ядро подключается к каким-то источникам данных мониторинга, и вот это у нас Прометеус, а это Нодиэкспортер. Хорошо, Нодиэкспортер – это, значит, источник данных, который показывает информацию о состоянии метрик системы. Ну, метрики системы бывают разные, возьмем любимые для нас метрики. Например, в нашей системе, он, кстати, сам себя мониторит, ну, логично, да, кого им еще. В нашей системе имеется жесткий диск, да, вот вам, пожалуйста, показано, сколько у нас свободного места на жестком диске. Все это место может, соответственно, закончиться. Вот, вопрос, мониторит ли это вот установленный из коробки Прометеус. Ну, как это проверить? Значит, в принципе, я должен был, наверное, вот здесь вот показать, что Прометеус у нас в Дебине не только установился, но уже и запустился. И то, что запустился в документации, говорится, подключитесь к веб-интерфейсу системы мониторинга Прометеус. Берем и подключаемся к системе мониторинга. Вот здесь вот администраторская машина, вот браузер современный, и в современном браузере подключаемся к порту 9090. Так, значит, 55-й стенд у меня, если вы на курсе это смотрите. Так, ну и, соответственно, здесь окно, которое я в первый раз увидел, ничего не понял, поэтому покажу с другого края. Значит, покажу раздел Таргетс. Раздел Таргетс говорит о том, что у нас, соответственно, так, да-да-да-да-да-да-да, что у нас подключен вот этот вот Таргет, но Connection Refused не работает. Почему не работает? Возможно, что мои предыдущие эксперименты к этому привели. Я тогда попробую этот ноди-экспортер установить. Значит, обычно он устанавливается как зависимость, но ничего страшного. Давайте попробуем поставить. Так,ервиси, Прометеус, минус ноди-экспортер, рестарт. Может быть, так ему поможет. И, соответственно, статус. Так, ну, говорит, запущен. Хорошо, почитаем еще документацию. Говорится, что сам ноди-экспортер доступен тоже через веб-интерфейс. И вот я когда вот эти квадраты рисовал со стрелками, как раз вот этот вот запрос, он наш TTP-запрос. И к этому ноди-экспортеру можно спокойно подключиться через веб-интерфейс, так как будто бы это я, Прометеус. Ну, давайте попробуем. Значит, открою еще одну вкладку, подключусь, соответственно, к порту уже 9100. Вот надо отдать должное, что под этот проект Прометеус большое количество портов. Ну и, собственно, не знаю, что тут у нас сейчас. А, ну вот оно и позеленело. Может, я просто поторопился. Вот, ну ничего страшного. Значит, метрики. Метрики. Собирает ли какие-нибудь полезные метрики Прометеус с той машины, на которой он работает? Вот я возвращаюсь вот к этой вот инструкции. Мы с вами видим, сколько свободного места здесь осталось. Лезем в документацию, и там сказано, что это метрика. Сколько свободного места осталось. Называется вот так вот. И, собственно, я могу значение этой метрики поискать среди ответа от Прометеус в ноде экспортера. Так, и я вижу, что действительно имеется вот такая вот метрика. Вот, и если приглядеться внимательно, то, ну, я иногда буду про запикс вспоминать, то действительно имеется вот такая вот метрика, вот с таким названием, прям как ключ в запексе. Вот, и к этой метрике, в документации сказано, добавляются метки. Получается, что информация о том, что это свободное место на каком-то диске, скрывается вот в этих вот метках. Ну, мы можем взять себе привычное понятие точка монтирования и увидеть, что у нас с вами здесь вот столько вот свободного места. Честно говоря, если посмотреть и сравнить эти цифры, то как-то не одно и то же здесь и здесь. Ну, те, кто изучают Unix, знают, что есть небольшой казус, что на самом деле здесь свободное место показывается не 100%, а только часть. Если вычесть от общего пространства используемое пространство, то получится цифра уже ближе, да, 1,4,2. Соответственно, здесь 1,4,7. Так, сейчас я эту безобразию выключу, секунду. Узнаю я, откуда она раздается. Все выключено. Да, 1,4,2, а здесь 1,4,6. Как же так? Ну, те, кто учились на вычислительных специальностях, знают, что все это надо умножить на 1024. И вот у нас с вами цифры сошлись. Так что ноди-экспортеры эти данные экспортируют. Я, кстати, аналогично привел пример с сетевой картой. Вы тоже можете посмотреть, сколько байт передано через сетевую карту и как эта метрика возвращается экспортерам. А получают ли эти метрики Prometheus? Давайте посмотрим. Вот я возьму название вот этой вот метрики и вернусь в окно браузера, которое подключено к Prometheus. Вот сюда вот вернусь. Как раз здесь имеется вот то самое окошко, с которого я начал играть. Так, ну, тут с виртуализацией немножко какие-то странные вещи. Не будем обращать на это внимание. Разница во времени у нас об этом предупреждает. А я просто скажу, так, Prometheus, ты информацию об этих метриках получаешь или не получаешь? И вот действительно он получает эти метрики. И, кстати, важный момент. Метрики всегда называются одинаково. Вот они называются. Отличаются они только метками. Я уже предложил вам обращать внимание, например, на точку монтира. Однако в Prometheus к метке добавляется еще и откуда эта метрика взялась. Если этот Prometheus будет мониторить множество Linux-машин, на которых будет установлен нод-экспортер, то, соответственно, каждая метрика будет иметь уникальный набор меток. Ну и здесь, собственно, наша с вами цифра. Так, ну, можно графики построить. Но давайте мы все-таки с вами сетевые инженеры. Ну, по крайней мере, как бы заявлено для сетевых инженеров. Поэтому пойдем дальше. Хорошо, из коробки он мониторит ту Linux-систему, на которой установлен. А вот мы, сетевые инженеры, любим мониторить какие-нибудь внешние устройства по протоколу SNMP. Есть такая возможность или нет? Если вы придете к нам на курс седьмой, тот, который Linux-систка, вы познакомитесь с замечательным пакетом нет-SNMP. И, используя этот пакет, сможете… Правда, еще роутер надо настроить. Ну, это все тоже, как бы, входит в курсы, делается. То, используя пакет нет-SNMP, можно проводить мониторинг оборудования CSCAM по протоколу SNMP. Ну и, например, вот такой запрос я напишу с минимальными комментариями. Все-таки у нас с вами времени немного. Значит, вот такой вот object-идентификатор содержит список интерфейсов моего роутера. Каждый интерфейс имеет уникальный индекс. Хорошо. А как посмотреть, сколько байт, сколько пакетов прошло через интерфейс? Ну, вот дальше, например, запрос. Зная индекс интерфейса, мы можем, собственно, запросить количество октетов. Здесь вот количество октетов. И я еще вот этот аид покажу. Он, видите, на десяточку, да, он заканчивается. Соответственно, сколько пакетов влетело вот в третий интерфейс. Третий интерфейс, соответственно, у нас это будет вот этот интерфейс. Ну и аналогично, сколько пакетов вылетело. Можно тот интерфейс, можно другой интерфейс. И, соответственно, вот. Видим, сколько пакетов вылетело. Вопрос. Можно это в Prometheus поместить? Может он эти метрики считывать по SNMP? Открываем Google, находим экспортер. Значит, для каждого случая был написан экспортер. Мы с вами познакомились с Node-экспортер, тот, который позволяет метрики с Linux системы снимать. А здесь, соответственно, Prometheus SNMP-экспортер. Устанавливаем его. Ну, установим на ту же самую машину, хотя, в принципе, может быть и другая машина. Здесь все взаимодействует по сети. Все через HTTP-запросы. Вот. Ну и дальше вот парочка статей, которые помогли мне разобраться, как настроить мониторинг трафика, проходящего через интерфейсы. Вот. Ну и я с небольшими комментариями это дело сейчас покажу. Значит, удалю содержимое файла и вставлю просто от края до края из методички. Все это можно воспроизвести при желании у себя на предприятии. Ну и не будем здесь слишком увлекаться в разбор полетов, потому что вот я обращу внимание только на ключевые. Значит, работать мы будем с теми же самыми обжект-идентификаторами. Видите ветки? Значит, вторая – это список интерфейсов, десятая – это входящий трафик, шестнадцатый – исходящий или наоборот. Вот. Значит, запрашивать мы будем метки, метрики вот с таким названием. Это я придумал такие названия. Что хочу, то и делаю. Вот так назвал. Дальше, что скрывается с точки зрения SNMP. Вот. Как это будет подписано, какими метками. Ну и здесь вот явно можно разглядеть знакомые нам по запросам SNMP метки. И, собственно, наверное, достаточно для короткого вебинара рассказ. Теперь этот SNMP экспортер надо перезапустить. Вот. Ну и, в принципе, можно тоже, прежде чем подключать его к Прометеосу, чтобы он напрашивал наш роутер или наши роутеры, или наш роутер, значит, я просто покажу, что можно подключиться также к нему через веб-интерфейс. Беру и подключаюсь. Еще один момент подкрою. Так, соответственно, так, здесь надо указать, куда я хочу подключиться. Вот у меня есть машина роутер. Вот. А, собственно, в файле конфигурации я, напомню, использовал модуль вот с таким вот названием SNMP in-out-actets. И вот если я сюда все это вставлю, нажму на submit, я получу уже в HTTP ответ те метрики, метрики с метками, которые описывают, какой интерфейс, каким названием, сколько байт через него было передано. Теперь я могу этот экспортер подключить, подключить этот экспортер к моему Прометеосу. И, кстати, да, его так можно было сделать в запрос. Многие, наверное, знают про вот такой браузер, в котором все метки здесь хорошо видны, сходящие и сходящие. Вот. И теперь беру и к Прометеосу. Вот. На этот раз мы поменяем файл конфигурации, потому что до сих пор мы с вами пользовались тем, что было. Вот. А теперь в конец добавим... Теперь в конец добавим... Вот. Такое задание. Значит, они называют это job.me. Задание по сбору метрики должно иметь уникальное название. Вот. Ну, а дальше, собственно, указывается, куда подключаться для выполнения этого задания. Значит, задание такое-то. Также указывается список оборудования, которое надо опрашивать таким вот образом. Вот. Собственно, тот самый модуль, который... И здесь будут добавляться метки, позволяющие выяснить, с какого оборудования получена эта метрика. Так. Соответственно, сохраняем. Дальше проверяю конфигурацию. Проверяю конфигурацию. Обязательно надо такую практику иметь. Значит, перезапускаю Прометеос. Вот. И, собственно, можно... Собственно, можно... Может быть, пойти посмотреть, какие у нас появились источники. Где у нас Прометеос? Вот у нас Прометеос, да. Да. Посмотреть, какие у нас появились targets. Вот. Ну, соответственно, здесь... Да-да-да-да-да-да-да. Ну, возможно, что просто он еще это ни разу не опросил. Вот. И надеюсь, что в ближайшее время сделает. Да, вот он это сделал. Вот. И теперь можно посмотреть в разделе графики, посмотреть какие-нибудь значения. Посмотреть какие-нибудь значения. Так. И... Да-да-да-да-да-да. Так. Ага. Посмотреть какие-нибудь значения. И я вот начну вот с этого. Можно посмотреть число аптетов, влетевших в наше устройство. Давайте посмотрим. Так. Число аптетов, влетевших в наше устройство. Выполнить. Так. Ну, и я вижу, что действительно здесь, кстати, добавилось. Вот. Видите, что с роутера, если бы у нас было несколько роутеров, то все метрики были бы уникальными. Да? То есть само название метрики одинаковое. Вот. Ну, а хочется увидеть, конечно, красивый график. Здесь, в принципе, надо, наверное, сказать, что данные, которые собирает Prometheus, бывают разного типа. И вот даже с самого начала, там, где мы смотрели информацию про нод экспортер, надо было обратить внимание, что количество свободного места на диске, оно может увеличиваться, может уменьшаться. Освободили место, заняли место. А вот кто знает про протокол SNMP и про то, как меряется трафик сетевых устройств, знает, что там счетчик постоянно увеличивается. Поэтому там вот каунтер. Поэтому, если мы захотим нарисовать график, то нам надо как-то это дело учесть, что этот счетчик растет во времени и считать, сколько байт было передано за какой-то период. Это приводит нас к тому, что мы с вами знакомимся с языком промкуэль. Промкуэль. И я приведу вам самый простой пример запроса на этом промкуэль. Значит, я просто возьму то, что у меня Prometheus выдал по умолчанию. Вот такая вот строка. Вот. Дальше добавлю функцию rate. И для функции rate укажу период времени. И у меня будет рассчитана полоса трафика. Соответственно, я могу вот такой запрос взять и посмотреть, как он выглядит. Да, вот здесь вот. Вот. И для этого запроса уже можно построить красивый график. Видите? Ну, еще красивее этот график будет выглядеть в системе графана. Мы до нее дойдем. Вот. А, собственно, еще один момент, который сейчас может быть неочевидный. У нас меряется трафик в октетах. В октетах. А привыкли мы с вами видеть скорость в бит в секунду. Поэтому вот эта вот восьмерочка говорит, что бит будет в 8 раз больше, чем октетов. И, соответственно, я могу эту формулу уточнить. Кстати, может быть, даже упростить. Видите? Я оставляю только красивое название интерфейса. И для какого роутера меня это интересует? Значит, Prometheus найдет нужную метрику даже по недостающему количеству меток. Вот. И, собственно, график практически не изменится. Изменится только его порядок. Вот. Ну и, собственно, пора уже перейти ко второму слову в нашем курсе. Prometheus и графа у нас с вами были заявлены. И, собственно, я показываю, что полученные результаты можно очень красиво отобразить. Открываем документацию, как установить на Debian Grafant. Там сказано, как ты, Вячеслав, это не любил бы, а я не люблю это делать, придется поставить сторонний репозиторий. Значит, сторонний репозиторий я ставлю, потому что другого способа нет. Ну, можно было бы какую-нибудь отдельную машину для Grafant завести. Вот. Но здесь у нас, в принципе, не должно. Так. Просто делаю, как в документации сказано. Подключи репозиторий, добавь список программного обеспечения, обнови список программного обеспечения. И после этого сможешь установить Grafant. Беру и ставлю. Так. Беру и ставлю Grafant. Тоже надеюсь, что это не очень много времени займет. Так. Пока Grafant остается, сразу скажу, что Grafant – это средство визуализации. И оно ориентировано на множество программных продуктов. Прометеос – просто один из них. Например, периодически на курсе Zabix меня одолевают слушатели с просьбой показать, как отображать результаты мониторинга. А, Дмитрий спрашивает, какие преимущества Прометеоса. Не знаю пока какие. Я же как раз и показываю провокационный курс. Я буквально показываю. А можно с помощью Прометеоса что-нибудь делать? Нужное нам. Не девопсом, а нормальным инженером. Вот. Поэтому я, так скажем, под конец, что-нибудь заключение какое-нибудь сделаем, конечно. Ладно. Графана у нас установлена. Так. Графана установлена. И, собственно, продолжаем ею пользоваться. Значит, Графану надо добавить в автозагрузку. В отличие от Прометеоса. Видимо, она не там. Вот. Поговорим. Да-да-да. Будет у нас время. Так. И запускаю этот сервис. И в документации сказано. Для управления средством визуализации Графана вам достаточно. И вот я вот с этого Windows компьютера, который у нас, открываю очередную вкладку и подключаюсь к 3000-му борту. Появляется, собственно... Ну, когда я это первый раз увидел, думаю, да, круто-круто, красиво, все так хорошо. Значит, захожу как админ. По умолчанию пароль админ. Вхожу. Предлагаю сменить пароль сразу, что разумно. Но не сейчас. Поэтому просто говорю продолжить. Ну и, соответственно, вот такая вот вещь, которая говорит, давай, добавляй дашборды, все будет красиво рисоваться, читая документацию. Оказывается, для популярных задач уже имеются дашборды, что очень хорошо. Кстати, в Zabixi тоже самое имеются шаблоны для типичных задач. И не надо там изобретать колесо. Ну и, соответственно, у нас Prometheus уже мониторит сам Linux. Мониторит сам Linux. И вот хочется посмотреть визуально, что он там мониторит. Не просто какие-то унылые метрики. В документации сказано, что для ноги экспортера имеется готовый шаблон для даже дашборда, готовый дашборд. И у него буквально номер там 1860. Я сейчас беру и буквально захожу в раздел импорта дашбордов и говорю, слушай, а, нет, 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 не слушай, пропустил, пропустил. Импорт дашборда, все хорошо. Нам же надо сначала объяснить графане, что у нее источником данных будет Prometheus. Поэтому первое меню будет, нет, первое меню будет источник данных, Data Sources. И, собственно, добавляем источник данных. И вот видите, да, какое количество. Где-то там Zabbix в конце тоже присутствует. Но у Zabbix свои средства визуализации, поэтому оставим им его. Так, соответственно, Prometheus. Добавляя Prometheus, значит, здесь будет название источника данных внутри графаны. А здесь мы должны указать, где находится этот самый Prometheus. Ну и фактически они вот этими серым цветом написали то, что и должно быть. Prometheus у нас работает на этом же самом узле. Поэтому я добавляю и все остальное оставляю по умолчанию. Сохрани, протестируй. Мне сообщают, что Prometheus подключен. Вот, ну и теперь из этого Prometheus давайте что-нибудь красивое нарисуем. И напоминаю, что у нас Prometheus мониторит узел Linux. И я, соответственно, могу импортировать дашборд, который мне это красиво отобразил. Вот с таким-то номером. Говорю load. Так, надо мне указать источник данных для этого дашборда. Он у нас единственный в данной конфигурации. Нажимаю на импорт. Ну и жизнь сразу становится веселее. Посмотрите, какая красота. Можно позвать руководство, показать. В общем, здесь можно потерять полдня, рассматривая всякие графики и прочее. Это всего лишь про один Linux узел. Но мы на этом не останавливаемся. Вспоминаем, что мы сетевые инженеры. Мониторим наш роутер. Хотим какие-то метрики оттуда снимать. Поэтому идем смело в раздел Create. Создаем наш собственный дашборд. Ну и, собственно, в качестве источника данных будут запросы, которые мы с вами только что выводили. А именно, начну по порядку. Сама панель будет называться. Сама панель будет называться. Трафик интерфейса, который подключен к сервис-провайдеру. Именно этот интерфейс подключен к сервис-провайдеру. Так, дальше мы... Сейчас я вот так расположу, чтобы оно рядышком одно с другим было. Так, дальше. На PromQL мы с вами вот такой запрос видели. Это полоса пропускания интерфейса, который подключен к провайдеру. Значит, ну, немножко тесновато. Сейчас я на этом масштаб уменьшу. Так, вот запрос на языке. Все подсказано. Тут как бы считается интуитивно понятный интерфейс. Ничего не надо изучать. Соответственно, можно прям вот таким. О, уже график начал рисоваться. Видите, да, подпись к графику. Вот, добавим входящий трафик. Давайте исходящий трафик добавим. Обычно так модно делать. Вот запрос на PromQL для исходящего трафика. Так, да, запрос B. Значит, легенда будет исходящий трафик. Так. Так, ну и, соответственно, Apply. Так, соответственно, сохранить. Так, ну и это будет дашборд, называется Rooter. Наш Rooter. Да, цель. Так, ну и чтобы нам что-нибудь интересное увидеть, поступим в следующее. Значит, на курсах для всех выделяется учетная запись в интернете на сервере провайдера. Так, значит, это учетная запись. Соответственно, у каждого юзер X. Ну, у меня, соответственно, юзер 50. Паспорт 55. Так, и как проверить, как трафик какой-нибудь померить или создать трафик и так далее. Вот один из вариантов состоит в том, что я установлю на сервер вот такую утилиту IPERF. То есть, тоже рекомендую иметь в виду, значит, если кто-то вам говорит, что ваша сеть плохо работает, можно вот с одного конца запустить IPERF в режиме сервера, то есть он будет принимать соединение. Вот, а с другого конца запустить IPERF в режиме, да, вот здесь он будет в режиме сервера работать. А с другого конца запустить в режиме клиента. И какой-нибудь трафик можно сгенерировать, TCP, UDP, там, в течение какого-то времени. Вот, и, собственно, я сейчас буду вливать трафик в мою сеть, и будем смотреть, что там будет мониторить наш Prometheus, и что будет рисовать из этого графа. Вот, собственно, оно понеслось. Так, ну, оно уже понеслось, сейчас что-нибудь нарисует, чтобы нам с вами время не тратить, я сделаю то, что не рекомендую делать. Я освобожу консоль. Нажму Ctrl-Z, нажму Background, вот, и, собственно, консоль освобождена для дальнейших подвигов. Так, значит, потом посмотрим график, а сейчас двигаемся дальше. Ну, хорошо, меня как, вот спрашивают, а чем лучше запекса? Во-первых, чтобы она была лучше запекса, надо, чтобы она что-то делала. То же самое, что делает запекс. Например, в запекс очень легко добавить свои метрики. Вот, не готовые, которые для нас кто-то сделал, там, с SNMP, пожалуйста, с Linux, пожалуйста, а вот вообще любые, можно или нет. Ну, например, вот такая задача. Хочу иметь возможность мониторить, сколько IP-адресов было выдано на моем роутере. Вот, значит, чтобы это сделать, нужно пойти на курс, научиться настроить протокол удаленного выполнения командов, там, через RSH или через SSH. Вот, ну, у меня это сделано, поэтому я просто сейчас утилиту поставлю нужную. И вот я теперь могу прямо с Linux подключиться к своему роутеру и выполнить инструкцию Cisco. Я вот вижу, что у меня три машины, да, там зарегистрированы. А если у меня там будет 123, а если у меня кончатся IP-адреса, а если кто-то левый подключился, можно это мониторить или не можно. Вот, оказывается, в семействе экспортеров Prometheus есть экспортер, который работает обратно. А именно, вот как работает. Значит, запускается специальный сервис, пуш, да, значит, это у нас Prometheus, а это Push Gateway. И я могу в этот Push Gateway отправлять любые данные, и он будет помещать их в Prometheus. Ну, точнее, Prometheus будет опрашивать вот этот Push Gateway с некоторым периодом. Вот, и, собственно, заявлено, что любые свои метрики можно добавлять. Ну, давайте проверим. Во-первых, поставим вот этот Push Gateway опять же на ту же самую машину. Ставим на ту же самую машину. Подключаем его к Prometheus. Значит, это уже третий источник данных у нас получается. Подключаем его к Prometheus. Так, третий источник данных. Вот, и, собственно, этот Push Gateway слушает вот этот вот порт. И, собственно, оттуда, с этого порта, может забирать метрики наш Prometheus. Значит, проверю файл конфигурации, перезапущу сервис Prometheus. Так, а дальше беру в руки BASH. BASH, да, на чем я? Я только на BASH умею писать. Значит, беру в руки BASH. Так, создаю скрипт. Значит, в скрипте все, ну, вернее, так скажем, я нашел пример скрипта на BASH, который отправляет данные в Push Gateway и адаптировал их под свою задачу. И, собственно, адаптирую под свою задачу. Вот тело скрипта, максимально я его упростил. Ну, здесь мы видим ту же самую команду, которая выполняется на роутере. Вот, вот сама команда. Отбираю я только строчки, в которых содержится вот эта вот строчка. Считаю их количество. А дальше, согласно вот той статье, запускаю команду CURL, в которой отдаю данные с STD IN. Вот, собственно, данные. Вот эта метрика, которую я придумал, это ее значение. А к этой метрике будут добавлены вот такие метки. Вот такие метки. Мы с вами скоро увидим эти метки в деле. Ну, и, соответственно, надо, чтобы эта задача выполнялась периодически. Поэтому я беру скрипт, делаю выполняемым. SH mod плюс X делаю выполняемым. Так, и в CRONTAB его просто помещаю. CRONTAB помещаю. CRONTAB минус E. Так, удаляю весь текст. И вот раз в минуту будет работать вот этот скрипт. И, собственно, если все хорошо, то у меня должны появиться будут метки. Появиться будут метки. Ну, давайте на график нашей графаны посмотрим, что-то давно мы там не были. Еще-нибудь, да, кстати, вот этот момент, наверное, тоже можно было сказать. Можно было поручить перечитывать. Да, смотрите, вот какой график, да. Можно поставить перечитывать каждые 10 секунд. Ну, и, кстати, обратите внимание, да, довольно верно все. Там как раз трафик 1 мегабит. Ну, плюс какие-то там, может быть, дополнительные. Я там что-то софт ставил и так далее. Вот, поэтому, в общем, график такой настоящий у нас рисуется. Ну, и, как бы, не знаю, там у меня отработал скрипт или нет. Давайте его руками тоже несколько раз позапускаю. Раз в минуту все-таки это не очень часто. Вот, и, собственно, можно попробовать поискать вот такую вот метку. Эту метку я придумал. Вот она, вот она, эта метка. Эту метку я придумал. Значит, посмотреть, поискать ее, собственно, в самом... Поискать ее в самом Прометеусе. Есть такая метка Прометеусе? Давайте посмотрим. Ну, как-то не очень. Как-то не очень. Ну, будем считать, что... Будем считать, что просто еще скрипт не отработал. Либо что-нибудь накосячил. Так, подумаю, 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 что я могу сделать. Пуш-гитэвэй поставили. Так, подключили. Сервис вроде бы я перезапустил. Ну, что нам это самое? Мы же инженеры. Отладка, отладка. Говорим статус, таргетс. Какие у нас таргеты есть? Вот у нас с вами есть таргет, собственно, линукс. Вот он, собственно, линукс таргет. Так. Кстати, себя он тоже меряет. Свою работу он там меряет. Правда, метки эти понятны только тем, кто разрабатывал Прометеус. Вот наш с вами пушки и твэй, снмп. Ну, и здесь у нас с вами есть что-нибудь пушки и твэй, какие-нибудь метрики. Да-да-да-да-да-да. Так, нет, не туда. Так, пушки и твэй. Да-да-да, появилась. Просто она через некоторое время появилась. Вот видите, троечка, да? Три компьютера у нас. Ну, и, соответственно, она же должна теперь появиться и график можно ее отобразить. Так, да, вот она, видите, три. Ну, а график будет вот такая линия. Ну, и, соответственно, легко это добавить в графану. Просто берем, добавляем еще одну панель. Вот, соответственно, пустую панель. И сюда добавляем в эту панель нашу метрику. Нашу метрику. Ну, у меня все и названия скриптов, и названия метрик совпадают, поэтому можно вот так скопировать. Метрика такая. Видите, троечка, да? Ну, и, соответственно, штук. Штук. Так, по-русски можно даже. Столько-то вот штук IP было выдано. Так, хорошо apply. Сохраняем. Так, ну, и опять же, чтобы было интересно, чтобы что-то на графике поменялось, идем на курс номер два, где, собственно, про DHCP сервер рассказывают. И рассказывают о том, что можно, в принципе, симулировать работу DHCP клиента. Не обязательно разворачивать там еще клиентов. Можно просто установить вот такую замечательную программу. Кстати, кто-то из наших российских коллег ее написал. К сожалению, ее нет в репозитории, поэтому ставится она немножко вот таким диким способом. Сразу вспоминается 97-й год. Примерно вот так вот там тогда все было. Вот. Ага. И, собственно, вот я сейчас еще парочку запросов DHCP пошлю. И, собственно, у меня должно увеличиться количество. Так, только через интерфейс из армитации. Да, вот у нас ответ DHCP сервера. Ну, и если посмотреть вот таким вот способом, то мы увидим тут уже пять клиентов. Ну, а график, собственно, мы увидим попозже. Так, хорошо. Значит, что мы с вами видим? Что SNMP может? Что свои метрики может? Ну, а самое-то главное. Самое-то главное. Может ли она нам рассказать о проблеме? Вот если посмотреть на нашу сеть, то что у нас тут может быть проблемой? Самая главная проблема – у клиентов пропал интернет. Открывает он Google, а Google никакого нет. Для нас самая главная проблема – это раньше пользователи знать, что какой-нибудь коммутатор вышел из строя. Вот можно это настроить или не можно? Да, оказывается, имеется очередной экспортер под все случаи жизни. Были разработаны экспортеры, и этот экспортер называется Blackbox-экспортер. Я думаю, название Blackbox взято по той причине, что они говорят, вы лучше ноги-экспортер туда поставите, и он будет экспортировать все, что надо. Но если вы не можете поставить ноги-экспортер на Яндекс, чтобы проверять с ним связь, то тогда используйте Blackbox-экспортер и проверяйте, что проверяете. Как ваши пользователи проверяют интернет? Очень просто. Они берут и открывают веб-сайт. А веб-сайт не открывается. Они звонят вам и говорят, что интернет не работает. Мы с вами сейчас заставим Прометеус открывать веб-сайты и сообщать нам, если что-то пойдет не так. Ну, соответственно, как обычно, в документации все написано ясно, дело и работает, делаешь и смотришь, не работает. Оказывается, что если сайт возвращает IPv6 адрес, то соединяться наш Прометеус, точнее Blackbox-экспортер пытается через IPv6. Ну, что говорить, будущее, да, будущее, то есть люди живут уже там, светлым, в IPv6, поэтому приходится немножко подключить, да, то есть сказать, нет, ты уж используй, пожалуйста, IPv4, сам экспортер мы тоже перезапустим. Вот, ну и, собственно, сейчас к Прометеусу это дело подключим. Подключаем к Прометеусу и объясняем, что ты, Прометеус, используя Blackbox-экспортер, должен, должен, должен делать следующее. Что ты должен делать? Ты должен, значит, ну, новое задание даем, соответственно, как подключаться туда, вот. И в этом задании с вами видим, что, используя модуль проверки HTTP, соединения Blackbox-экспортера, используя этот модуль, ты, соответственно, должен, используя вот эту вот подсистему, проверять связь вот с этими узлами. Ну, я тут вытащил наших партнеров, компания Яндекс, ну и какой-нибудь заграничный сайт, да, проверять, что у нас интернет есть за границей, и российский интернет есть. Вот, ну, соответственно, это на каком порту вот этот Blackbox-экспортер работает. Ну, а нам, администраторам, ближе тестирование связи с коммутаторами. В принципе, можно было бы проверять связь с коммутаторами, используя какой-нибудь вот такой протокол. Но чаще всего, конечно, мы с вами используем PING, поэтому я сразу же перейду к разделу PING. И сразу же покажу, что состав узлов для тестирования можно удобно вынести в файл. Файл, правда, должен быть либо в формате YAML, либо JSON. Ну, с точки зрения того, что мы с вами будем редактировать это вручную, удобнее, конечно, использовать YAML. Вот, ну, а так, в принципе, иногда я говорю, почему YAML или JSON, да, потому что все эти элементы могут на самом деле создаваться программами, да, список коммутаторов может формироваться каким-нибудь другим способом, другой программой, другим скриптом. И вот мы, собственно, к Prometheus это подключили. Осталось создать список коммутаторов. У меня всего три коммутатора, могло быть там как в Fauman'ке сотня. Вот, и, собственно, вот такой простой файл, но, правда, в JSON формате. Я, соответственно, беру и сохраняю. Так, проверяю, соответственно, файл конфигурации Prometheus. Перезапускаю сервис Prometheus. Вот, ну, и, собственно, так же, как и все экспортеры, Blackbox-экспортер позволяет подключиться к себе через IP-адрес. Вот я пока что сыграю роль Prometheus в параллельности с ним, да, копирую. Значит, пробую подключиться. Пробую подключиться. Еще одну консоль открою. Так, открываю. И вдруг вижу, что связь с Google, Яндексом все хорошо, потому что я не стал показывать ту ошибку. А вот связь с нашими коммутаторами как-то пинг не работает. И вот, приглядевшись к мелкому шрифту, я вдруг увидел, что Blackbox-экспортер не может послать ICMP-пакет, потому что ему это не разрешено. Идем на третий курс по Linux в Центре обучения специалистов. На третьем курсе по Linux рассматриваются вопросы безопасности. И, среди прочего, рассматривается, что вот утилита PING, потому у вас так хорошо работает, потому что для нее имеется специальное разрешение. Вот, можете приколоться, сегодня придете, нет, завтра придете на работу, и с утилиты PING снимите это разрешение. Ну, везде, да. И посмотрите, за сколько часов коллеги поймут, что происходит. Короче, вот это вот POSIX-разрешение позволяет утилите PING в руках непривилегированного пользователя отправлять ICMP-пакеты. И эту же возможность мы должны предоставить и вот этому Blackbox-экспортеру, после чего его надо перезапустить. Вот только тогда он будет работать с PING-ами. Так, ну, я надеюсь, что он с PING-ами начал работать и будет работать, и, собственно, эти метрики будет собирать. Ну, если не будет собирать, то разберемся. Да, ну, нас эти метрики уже не интересуют с точки зрения зрелищности. Зрелищность – это вот графики какие-нибудь. Кстати, как они там себя чувствуют, эти графики? Давайте посмотрим. Ну, так они чувствуют себя неплохо, да. Здесь вот такая шпала нарисовалась. Вот здесь уже трафик наш закончился. Видите, красивый город такой. Нас в отношении вот этих новых тестов интересуют уведомления по электронной почте. Поэтому я, значит, на курсах рассказываю, что каждому дается учетная запись на таком игрушечном почтовом сервере. Реально можно использовать настоящий почтовый сервер. Кстати, посмотрю. Все, оно начало работать. Значит, вот на таком игрушечном почтовом сервере Mail SPUN. Соответственно, учетная запись UDR55, пароль, паспорт 55. Вот здесь, собственно, имеется… Что здесь имеется? Ничего не имеется. Пароль неправильный. Ну, давайте еще раз попробуем. UDR55. Подключаюсь. Ну, вот что ты будешь сделать, а? Чего там у тебя? Русский язык. Ну, конечно, Вячеслав, да. О, наконец-то, да. Пока здесь никакой почты нет. Ну, и, соответственно, с точки зрения нашего сервера необходимо установить программное обеспечение для отправки почты. На курсах мы используем POSIX, POSTFIX. Вот, еще есть EXIM. Ну, как-то получилось, что вот POSTFIX наш выбор. Вот, и, собственно, с ним мы будем делать. Значит, в режиме интернет-сайт. Да, та-та-та-та. И еще раз меня интересуют уведомления, например, по электронной почте. Кстати, реклама. Скоро будет вебинар, как Zabix будет звонить вам по телефону. Но, на самом деле, не обязательно Zabix. Также и Prometheus может позвонить по телефону и сообщить вам текст проблемы. Если ваш интернет-канал, например, упал, то почте вы можете доступ не получить. Он может позвонить вместо смс. Так, ну и узнаем, соответственно, из документации к Prometheus, что имеется Alert Manager, что его необходимо установить. Необходимо установить Alert Manager. Мы его устанавливаем. Вот, и должны настроить на уведомления о проблемных метках. Ну, значениях меток, да, проблемных значениях меток. Но я покажу, что это за значение, пока он ставится. Значит, вот такие вот метки Probe Success. Probe Success сейчас у нас должны показывать в нашем Prometheus, что все хорошо. Давайте посмотрим. Probe Success. Так, ну, не график интересует, а консоль. И вот видите, здесь хорошо видно, что 4 на 5 наших, да, что и интернет у нас, и все коммутаторы работают, и само значение Probe Success равно единиц. Вот, а теперь мы должны в Alert Manager, значит, в настройках, в настройках объяснить, во-первых, кого уведомлять о проблемах. В настройках Alert Manager должны указать группу администраторов, там, или одного администратора. Ну, и, соответственно, указываем все это в файле конфигурации. Ну, постараюсь с минимальными изменениями делать. Да, действительно, здесь вот Smart Host, Local Host будет. Так, значит, идем на второй курс Linux, узнаем, как почта работает вообще. Вот, и, собственно, вот так вот она работает. Так, значит, отправляться будет от имени пользователя якобы Prometheus, сервер перфорации 55, Юн и так далее. Значит, эти строчки мы с Antiphone удаляем. Так, логин и пароль не нужно, оставим, вмешать они не будут. Значит, по умолчанию тоже не будем менять. Все это отправляется вот в эту вот группу. Поменяем только членов этой группы. Значит, кто там сейчас член этой группы? Так, сейчас там какой-то вот такой вот член группы, такого адреса у нас нету. А есть у нас адрес вот такой вот. Адрес вот такой вот, тот, который вам выдал преподаватель на время занятий в группе. Вот такой вот адрес. Ну и, соответственно, да, 55. Так, мы указали, кого уведомлять о проблемах, но не указали, о каких проблемах уведомлять. Значит, да, надо не забыть сервис Alert Manager перезапустить. Сейчас перезапустим. Так, а, собственно, в самом Прометеусе имеется возможность описать, о чем кого уведомлять через дополнительные файлы конфигурации. И вот этот вот файл там уже упоминается, поэтому я просто его создам и включу. Значит, ну, добавлю здесь пара уведомлений. Значит, первое, проверять с вами не будем. Мы с вами добавляли множество экспортеров. Если какой-то из них выйдет из строя, то вот эта вот метрика станет равной нулю. И нам сообщат о проблеме, собственно, не сервиса, да, а измерителя сервиса. Там же Black Box экспортер у нас упадет и так далее. Ну, а вот это уже уведомление о проблемах с сервисом. У нас с вами пять сервисов тестируются, два HTTP и, собственно, пинги на наши коммутаторы. Вот, ну и, собственно, все это будет уведомляться вот с такими-то вот темами, вот с такими-то текстами и так далее. Опять я не имею просто времени долго про это рассказывать. Просто возьмем работающую конфигурацию, потом можно про нее почитать. Так, и к Прометеусу это надо подключить. Подключу к Прометеусу. Так, держитесь, да, еще минут семь осталось, десять, почти успеваем. Так, и, собственно, здесь у нас, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, вот она. Значит, сам Alert Manager уже подключен. Ну, точнее, я сейчас покажу, где находится вот этот вот файл, вот эта вот строка в файле. Да, да, сам Alert Manager уже подключен. Это Debian, ребята, все здесь, много чего сделано. И вот этот WordFile я подключаю с указаниями, о чем меня нужно информировать. Так, соответственно, проверяю файл конфигурации. Вот, видите, появилась информация, что есть файл с правилами. Внутри файла два правила уведомлений. И, собственно, Прометеус я перезапускаю. Прометеус перезапускаю и какую-нибудь аварию устраиваю. Ну, какую аварию устраиваете. Ну, например, вот этот вот коммутатор я беру и останавливаю. Останавливаю, авария установила. Ну, и мы сейчас посмотрим, придет письмо или нет. Также замечательно, что и графана может использоваться для уведомления. И давайте посмотрим какое-нибудь полезное уведомление, удобно сделанное с помощью графана. На самом деле, эту задачу можно решить и с помощью alert-менеджера Прометеус, и там это решение есть. Ну, и здесь будет более зрелищно, что ли, и так далее. Значит, я отредактирую файл конфигурации графаны, найду там модуль SMTP, скажу, что он на самом деле включен. Я, наверное, вот эти все строчки просто возьму, скопирую, вот, и вместо комментариев вставлю. Значит, что я здесь вижу? Значит, тадададада-наблет, мыл SPI, ну, пускай будет так, да. Значит, отправляться будет от имени графана. Хорошо. Так, значит, сервер какой-то. Да, вот не использовать TLS-секрет тоже. Люди живут в будущем, у них включен TLS на самоподписанные сертификаты, они зверски ругаются, поэтому все плохо. Так, ну и хорошо, сохраняю файл конфигурации, перезапускаю сервис графана, сервис графана перезапускаю, так, и в графане настраиваю этот модуль, подключаю, где у меня графана, так, вот он графана, соответственно, вот он, алертинг, и указываю, что у меня появляется канал уведомлений, добавляю канал, значит, канал будет называться User55, значит, канал будет использовать электронную почту, вот, и, собственно, адрес, куда эту почту отправлять, тоже будет указано, так, ну и здесь можно протестировать, кстати, вот удобно, не знаю, можно ли было протестировать, так, пришло ли какое-нибудь письмо, да, кстати, вот уведомление от графана пришло, а вот от Прометеуса что-то не пришло, не очень это приятно мне, ну и, собственно, сохраняю, так, ну и надеюсь, что от алерт менеджера Прометеуса тоже придет сообщение, но сейчас продолжу с графаной, значит, у нас имеются красивые дашборды, вот они, красивые дашборды, среди них есть дашборд роутер, и на графике роутера красиво видно пик, ну, будем считать, что это пик, да, вот, соответственно, например, он по ТЗ как-то не очень хороший, мы хотели бы получить уведомление, когда этот пик будет достигнут, как это сделать, значит, первую захожу в настройки вот этого дашборда, захожу в раздел, вот здесь вот все интуитивно понятно, да, раздел алерты, говорю, создать алерт, появляется, смотрите, вот такой красивый график, вот такой вот движок, да, и просто могу указать порог срабатывания, могу указать порог, могу задать порог, посмотрите, да, красиво видно, вот я ввел цифру, да, вот, могу уменьшить временные интервалы, значит, будет пускай рассчитывается каждые 15 секунд в течение одной минуты, вот, соответственно, запросы, запросы будут каждую минуту рассчитываться, и вот если среднее значение в течение минуты будет превышать, что тут у нас будет, 1 мегабит, да, 1 мегабит, то, соответственно, надо нам, нам об этом рассказать, кому нам об этом рассказать, да, вот кому, нашему юзеру 55 по почте, да, говорю apply, говорю сохранить, так, говорю сохранить, и запускаю генератор трафика снова с машины провайдера, запускаю генератор трафика, через какое-то время он должен трафик нагенерировать, так, ну, а я посмотрю, вдруг там появился алерт, да, вот, пожалуйста, наш коммутатор 2 пропал, из, значит, и, собственно, собственно, можно проверить, что, уведомят ли нас о том, что коммутатор поднялся обратно, беру, запускаю коммутатор обратно, старт, так, ну, и, собственно, ждем письма, так, друзья, значит, рассказ подошел к концу, я попытался в 45 минут запихать все, как обычно, не успел, да, больше часа, вот, ответ про Zabix и Prometheus, небольшая просто пауза перед рекламой, значит, я могу сказать, что, когда начинаешь что-то изучать, все кажется незнакомым, и я прекрасно помню, как мне не нравился Zabix, и как мне нравится сейчас. Про Prometheus и Grafano могу сказать, что, судя по всему, они решают все задачи, которые, вот, мне захочется, которые мне нужны, вот, и, собственно, это не говорит о том, что надо выкидывать Zabix и начинать работать с Prometheus, но, если честно, то я, вот, с удовольствием посмотрел это решение, увидел аналогии, что-то даже понял про Zabix, дополнительно, например, я понял, что в Prometheus низкоуровневое обнаружение, оно из коробки работает, и это, собственно, парадигма и идея, если в Zabix это была киллер-фича, которую надо понять, там, всякие настроить, то здесь это сразу работает, одна метрика и куча, соответственно, меток, и вот эти метки, это, в общем-то, и есть замена LLD. Вот, и многие вещи, которые я не показал в силу того, что только начали с этим знакомиться, заключаются в том, что в Grafano можно строить дашборды, не как вот гвоздями их забивают, да, вот тебе дашборд, вот тебе метрика, рисуй, а используя чуть ли не регулярные выражения, то есть у вас и графики, и все будет плодиться просто само, добавляете там какой-то узел, добавляете роутер, у вас там появляются новые графики, новые уведомления, и все это, в общем-то, там вот дальше за горизонтом. Так, ну, а с доставкой уведомления, Иван, ну, там каждые 15 секунд, во-первых, оно срабатывает, во-вторых, да, да, честно говоря, ну, я, насколько помню, и в Zabix, и в Nagius, там тоже есть парок, не сразу оно тебе присылает, там даже специально сделана защита от ложных уведомлений, мало ли, что там пинг не прошел, а мы уже письма получили, что коммутатор упал. Я думаю, что если вас уведомят в течение трех минут, что устройство недоступно, это будет нормально, но если надо быстрее, просто надо подкрутить все эти, все эти крутилки там есть. Так, друзья мои, мне сказали, что должен выступить менеджер перед вами, обязательно, поэтому прошу внимания еще ваше дать, значит, оставить для нас, и, собственно, собственно, так, где у нас менеджер, есть у нас? Да, здравствуйте, меня слышно? Слышно, да, даю вам слово. Штат Александрович, здравствуйте, спасибо большое. Добрый день всем слушателям этого мастер-класса, семинара. Я хотела бы в продолжение разговора добавить, что фон... Анна, потише, потише, подальше микрофона, а то очень сильно, очень сильно громко. Так, хорошо? Да, сейчас я попробую. Отлично. Сейчас слышно лучше, ребята? Ну-ка, раз, два, три. Анарин, а, нет, так, лучше слышно. Дайте обратную связь, пожалуйста. Так, кто слышит? Так же, да, плохо, Фанин, да? Простите, у меня нет возможности сейчас заменить микрофон. Я постараюсь как-то не сильно громко. Я узнала, о чем вы хотели рассказать. Я же старый препод, и я могу рассказать. Благодарю. Сейчас будет реклама моего. Так, слушайте меня внимательно. Это вам не про Метеос. Так, значит, гораздо более полезная информация. Если вам понравилось то, что я рассказываю, вы захотите посетить наши курсы, то вы, соответственно, придете, и я буду очень рад вас видеть. Теперь смотрите. Две центры ведут занятия следующим. Так, Анна, выключите микрофон. Отключите микрофон. Так. Так, 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 так. Ага. Плюсик напишите, кто меня слышит. Я сейчас самую главную информацию сообщу, потому что... Так вот, слушайте внимательно. Придете вы в группу. В группе будет 15 человек. В группе будут люди, которые в первый раз что-то делают. В группе будут люди, которые там мастера. Будете вы. Вот кому вы себя отнесете, подумайте сейчас. Что будет происходить дальше? Преподаватель будет что-то рассказывать, давать задание. Те, кто в первый раз, будут выполнять его медленно. Преподаватель будет им помогать. Те, кто уже гуру, сделают его за 5 минут, будут, соответственно, скучать. Те, кто средние, будут идти в среднем темпе. Потом будут ждать всех. Значит, все-всех будут ждать. И только после того, как преподаватель со всеми сделает лабу, все отладит, покажет, какие ошибки были. Там, в принципе, препод старается красиво, все интересно делать. Но еще раз, не всегда это получается. И только после этого будет следующая тема. Значит, в нашем центре есть альтернатива. В нашем центре есть альтернатива. Она называется открытое обучение. Эта альтернатива подразумевает, что вы приходите в класс, или, например, не приходите в класс, может быть, вы сидите дома. В классе сидите вы и преподаватель. Или вы сидите дома, а преподаватель сидит в классе. Вы дома или в классе одеваете наушники и начинаете смотреть запись. Значит, когда люди слышат, что они начинают смотреть запись, они говорят, нет, нет, это не интересный формат, это не нужно, пустите нас в класс, мы хотим там с живым преподавателем. Так вот, я говорю очень важную вещь. Что это за запись? Это запись, которая сделана на настоящем занятии, но в этой записи вырезаны все болтавни, сбой, помощь препода людям, которые только что первый раз там за клавиатуру сели и так далее. То есть, это запись примерно, вот как я веду вебинар. Видели, да? В вебинаре что я делаю? Показываю, рассказываю, значит, лабы, и вы занимаетесь по этой записи и делаете все те же самые лабы. Но продали вам не запись, потому что запись, я под запись прямо скажу, можно и так найти, можно так порыскать там в Даркнете и найти ее. Вам продали возможность выполнить лабораторные работы и получить квалифицированную помощь преподавателя при этом. Потому что преподаватель сидит рядом с вами, и как только у него в записи график начинает рисоваться, а у вас не начинает рисоваться, вы останавливаете запись и говорите там, Вячеслав, я, значит, вот вижу, что одно, а у меня по-другому. И мы с вами персонально вместе вот здесь же в онлайне решаем, что там не получилось, какие ошибки вы сделали и что, значит, надо сделать, чтобы... То есть, вот этот вот формат обучения, открытое обучение, просто запомните это кодовое слово. Потому что наши менеджеры, ну, не знаю, как Алена, они не умеют объяснить. Когда человек попадает на этот формат, он просто счастлив, потому что он никого не ждет, он может прийти позже, например, в 11, и препод не будет на него смотреть злыми глазами, потому что у него стенд не сделан. Зачем? Человек сел, запустил запись, сделал стенд, у него что-то не получилось, остановил запись, вы мило поговорили с преподавателем, можно поговорить на какие-то более сложные темы. Например, в группе человек из 20 трудно рассказывать в каких-то высоких материях, там, тонкостях и так далее. Так что запомните, не пожалеете. Если вы хотите обучаться в специалисте, запомните слово открытое обучение. Вот все, что я хотел про этот слайд рассказать. Что у нас еще там идет? Да, ну, это как раз самостоятельный темп обучения. Да, ну и гарантия качества. Помните, что если вы придете и вам не понравится, не значит, что вам скажут, ну, знаете, Турция закрылась, вот все, деньги вы отдали, и до свидания. Значит, стоит вам написать, что не понравилось, тут все будут бегать на ушах. Значит, искать другого преподавателя, другие курсы предлагать и так далее. Никто вас не бросит там, что все, деньги ублочены, до свидания. Так, остались вопросы? Если остались вопросы, друзья, в чат пишите, я постараюсь на них ответить. Ну, а так, очень рад был, что подключились, посмотрели, постараюсь сделать. Да, да, если что-то хорошее хотите сказать, не стесняйтесь, нам, преподам, это очень нужно. Вот, и, собственно, мне очень интересно, как раз, чтобы было интересно, полезно, стараюсь впихать как можно больше материала. Методичка есть, лабы отлаженные, все работает. Самые моменты, которые у меня отторжения вызывали, я попытался объяснить. Вот, ну, и обработка логов при Метеусе не знаю, Дмитрий. Я, честно говоря, со своими коллегами логи не обрабатываю даже в Забиксе, хотя там это есть. Вот, но есть ли какой-то экспортер под Прометеус, не хочу просто гуглить у вас на глазах, думаю, не удивлюсь, если есть. Да, так что, так что вот так. Вот, ну, а так, да, да. Спасибо. Да, да, ну, у нас сказали, должен быть менеджер, я сказал, ну, хорошо. Должен, значит, должен. Ну, микрофон был, неважно. На самом деле там все нормально было. Все, я тогда останавливаю запись, вот, еще некоторое время побуду здесь, и буду очень рад вас видеть на курсе. До свидания. Так, ну, несмотря на то, что все закончилось, у нас, да, все письма пришли, и то, что коммутатор у нас поднялся, и то, что у нас полка, полка появилась, вот она, да, полка от горофона пришла, так что, так что вполне все работает, да. Да, я никогда не делаю что-то ради того, чтобы, да, то есть пока устраивает запись, используем запись. Ну, про про АМИТ его вспомним, то есть запросто может возникнуть задача, когда будет очевидно, что я обязательно сделаю видеозапись про свой экспортер, значит, и вот, может быть, да, так что вот так, да. Запись тоже хороший, что говорить. Спасибо. Спасибо.